Утренний кофе и мы продолжаем и также мы продолжаем освещать яркие события и мероприятия, которые в нашем городе совсем скоро пройдут. С 4 по 6 ноября в Красноярске во дворце Труда и Согласия состоится краевой конкурс любительских хореографических коллективов имени Михаила Гаденко. И сейчас у нас в гостях Зоя Федоровна Васина, организатор конкурса, ведущий методист сектора любительского хореографического искусства и Евгений Смолев, художественный руководитель ансамбля народного танца «Раздолье». Здравствуйте! Здравствуйте! Доброго дня, дорогие друзья! Доброго дня, у нас два представителя этого замечательного хореографического коллектива. Давайте поговорим про мероприятия. Зоя Федоровна, извините, да. Начнем с вас, конечно же. В какой раз проходит вот этот конкурс? Вы знаете, у конкурса «Гаденко», и мы его так коротко называем имени Михаила Семеновича «Гаденко», «Богатая история». Конкурс проводится с 1987 года. Юбилей в следующем году будет уже. Да, в следующем году будет юбилей. Я знаю, что очень много заявок вам пришлось. Вы даже предварительно уже остановили прием заявок, потому что очень много участников. Сколько участников? Да, поступило более 80 заявок. И у нас нынче гости, вернее, участники конкурса заявились. Ребята из Хакасии, Бурятии. То есть не только Красная Россия. Да, то есть приезжают к нам из сибирского региона. А по сравнению с предыдущим годом нынче больше желающих? Больше желающих. А с чем это связано, не знаете? Ну, не могу сказать. Видимо, хочется приезжать к нам. Евгений, вы не первый ваш коллектив, не первый год представляет, участвует точнее в этом конкурсе. Ну, вот уже были лауреатами. Почему еще хочется принять участие? Ну, на сегодняшний день это самый престижный конкурс у нас в крае. Это место встречи друзей, место встречи творческих коллективов, хореографов. Это площадка, на которой мы смотрим, что нового происходит в народном танце. Показываем свое искусство. Поэтому каждый конкурс – это каждый раз новый опыт, новый интерес, новые встречи. Это вот такая зависимость, но зависимость приятного свойства. Хочется каждый год побеждать и побеждать. Ну, может быть, хочется, конечно, каждый раз участвовать и побеждать. Это нормально, это прекрасно. Зоя Федоровна, а вот если говорить о коллективах, которые принимают участие, это вот такие, не знаю, коллективы со стажем, старожилы, или есть вот вновь образованные молодые коллективы, которые, несмотря на то, что вот у нас время такое современное, и соответствующая музыка везде играет, но, тем не менее, они вот хотят и пропагандировать именно вот народный стайл, так сказать. Да, у нас, я могу сказать, коллективы принимают участие 50 на 50. Как взрослые уже со стажем коллективы, так и семилетки, только начинающие дети танцевать, но они занимаются народным танцем и с удовольствием приезжают на конкурс. Вот самый разнообразный возраст у нас от 7 до 25 лет, и номинации конкурса это народно-сценический традиционный танец и народно-сценический современный танец, поэтому поле деятельности большое, обширное, и приезжают люди с удовольствием. Евгений, ваш коллектив, в какой номинации принимаете участие? У нас традиционный танец, но малые формы. В этом году мы решили с ребятами заявиться не всем составом, а только маленькие, так скажем, хореографические миниатюры, номера, где ребята танцуют дуэты, трио. Прямо сейчас что вы сможете нам продемонстрировать? Это танец традиционный народно-сценический, называется он «Айяпологу», где рассказывается о девушке, о парне, о их взаимоотношениях. Драматургия, то есть присутствует так. Конечно, а как же без содержания? Мне кажется, должна всегда быть история, тем более, что языком танца все это будет рассказано прямо сейчас. Давайте прямо сейчас посмотрим эту историю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok